На прошлых степах мы с вами научились строить цепочки монадических вычислений и также изучили законы МОНАТ. С помощью законов МОНАТ мы брали цепочки монадических вычислений и модифицировали их так, чтобы значение выражения, значение всего монадического вычисления не менялось. Давайте продолжим работать с цепочками монадических вычислений, оформим их теперь в виде последовательной серии функций, которые идентичны по своему возвращаемому значению, но устроены внутри немножко по-разному. Мы начнем с нашей стандартной цепочки вычисления, которая применяет к значению 3 оператор увеличения на единицу трижды и возвращает нам значение 6. А вот у нас в интерпретаторе эта цепочка записана. Wrap and suck 3, wrap and suck, wrap and suck. Три раза применяется wrap and suck, и мы запускаем вычисление в монаде identity и получаем значение 6. Давайте запишем это в виде функции в файле исходного кода. Функция называется go wrap 0. Она полностью повторяет то, что у нас здесь есть. Единственное, что я убрал run identity, теперь это у нас монадическое вычисление, то есть результат упакован в монаду identity. Единственное, что я сделал, я здесь в хвост нашего вычисления добавил еще return. Это никак не повлияет на наше вычисление, потому что у нас есть второй закон монад, который говорит, что такое добавление return ничему не мешает. Ну и так, действительно, если я запущу run identity на моей функции go wrap 0, я получу значение 6. Это то же самое вычисление, которое мы делали до этого. Давайте теперь после этого действия немножко модифицируем функцию go wrap 0, напишем функцию go wrap 1. Для написания функции go wrap 1 мы последовательно воспользуемся последовательно воспользуемся третьим законом монад, который говорит, что мы можем ассоциативные вправо, ассоциативные влево выражения, исключающие оператор монадического связывания, переассоциировать вправо. Что нам для этого нужно делать? Нам для каждой стрелки клей, если нужно обеспечить некоторые аргументы и абстрагироваться по этому аргументу. Вот давайте последовательно ровно так и сделаем. Сначала выполним это для одного оператора связывание, для другого и для третьего. Мы получим следующее выражение. У нас каждый раз. Мы это делали на прошлом слайде. Единственное, что у нас здесь появилось, у нас появился еще оператор return дополнительный, который завершает эту цепочку. Я мог бы здесь просто написать return z, но я для единообразия написал lambda z и дальше return z. Вот наша функция goRap1, которая работает ровно так же, как функция goRap0. Мы можем это проверить легко в интерпретаторе, запустив ее на выполнение с помощью команды runIdentity, которая вынимает из нашего контейнера identity значение шестерки, которое получается в результате этого вычисления. Скобки, которые я здесь написал, они все необязательны, но они подчеркивают нам некоторую важную вещь, а именно область видимости переменных. Мы говорим, что у нас здесь вводится переменная x и тело абстракции, в которой переменная x нам доступна, простирается до самого конца. То есть фактически вот это все выражение, внутри которого мы можем обращаться к переменной x. У переменной y область видимости меньше. Она простирается от места, где мы по ней абстрагируемся, до конца нашего монадического вычисления. Но переменная z имеет совсем узкую область видимости. То есть область видимости этих переменных от места введения до конца нашего монадического вычисления. Следующая версия функции goRub2, она как раз эксплуатирует эту идею. Здесь мы писали return z, и наше монадическое вычисление возвращало самое последнее значение, то есть результат последнего вызова функции wrap and suck. То есть помните, что эта переменная связывается с значением предыдущего вызова. Ну а y связывается с значением предыдущего вызова и так далее. Давайте посмотрим на функцию goRub2, которая работает следующим образом. Она работает точно так же. Единственное, что у меня в return я возвращаю не просто функцию z, а пишу, что я хочу вернуть, то есть окончательно упаковать в монадический контейнер, целую тройку значений x, y, z. Давайте мы запустим функцию goRub2, и мы увидим, что у нас возвращаются значения переменных x, y и z. И здесь мы должны немножко остановиться и сказать, ох, да мы же изобрели императивное программирование. Действительно, давайте посмотрим, как можно читать эту программу, написанную вот в таком языке, превратить ее в некоторый императивный язык. Семантически это совершенно эквивалент следующему императивному коду. Эта строка означает, что x присваивается значение 3. Следующая строка означает, что y связывается с результатом предыдущего вычисления, а результат предыдущего вычисления это что такое? Это suck x. Следующая строка, что у нас означает? Она означает, что z присваивается значение suck y. И, наконец, последняя строка, какая у него семантика, что она означает? Она означает ровно то же самое на императивном языке return, верни мне тройку значений x, y и z. Таким образом, мы видим, что с помощью монад мы можем легко писать программы в императивном стиле, в императивном синтаксисе. Фактически, то, что написано здесь, является полным эквивалентом вот такой вот императивной программы. Более того, наш оператор монадического связывания, он, в принципе, может рассматриваться как перегруженная версия оператора точки с запятой, которая присутствует у нас в языках, в императивных языках. Вот эта программа на императивном языке эквивалентная той программе, которую мы только что написали на хаскеле. В нашем случае оператор монадического связывания, который как бы связывает отдельные вычисления, отдельные инструкции, ничего не делает содержательного, он просто вынимает и вкладывает все в коробочку identity. Таким образом, точка с запятой в этом случае не несет никакого смысла. Но мы с вами обсуждали, для чего мы создаем монады, чтобы делать вычисления с эффектами. У нас идут некоторые вычисления, мы видим, что монадический синтаксис позволяет записать некоторую цепочку вычислений. И параллельно за сценой перегруженный оператор монадического связывания, оператор точка с запятой, выполняет некоторую дополнительную работу, которая у нас есть в монаде. Ну, скажем, в монаде maybe оператор точка с запятой, как мы скоро увидим, будет контролировать, не произошла ли где-то ошибочная ситуация. Если у нас где-то появился nothing, то дальнейшие вычисления прерываются, и у нас возвращается nothing. А если у нас мы пользуемся только контейнером just, то монада maybe ничем не будет отличаться от монады identity, и вычисления в этой монаде будут выглядеть ровно таким же образом. В императивных языках подобного рода синтаксис вшит в движок этого языка. На Haskell мы можем на уровне языка программировать перегрузку оператора точка с запятой, превратив Haskell в хороший императивный язык. Давайте посмотрим еще на один пример, на еще один пример функции, который проиллюстрирует нам идею использования еще одного оператора, облегченной версии оператора связывания. Она была определена в классе типов монад, мы про нее немножко говорили. Мы сказали, что эта облегченная версия оператора связывания просто ничего не передает в следующее вычисление. И синтаксически мы можем переписать функцию goRub3 в следующем виде. Посмотрите, чем она отличается от функции goRub2. Здесь мы в качестве возвращаемого значения используем не тройку, а мы используем только x и y. А результат третьего вычисления wrap and suck вот этого вот. Мы не хотим связывать ни с какой переменной. Вместо этого мы просто запускаем вычисление wrap and suck на y, ну, выполняем некоторую императивную инструкцию. Но результат этого вычисления мы нигде не сохраняем, просто запустив wrap and suck и как бы сказав, что а дальше верни мне сумму x и y, то есть значение связанного здесь и здесь. Естественно, что мне вернется сумма четырех, потому что x связывается с... Ох, я в предыдущей задачке пробрался. Давайте мы тут исправим, конечно же, там вот так вот. Suck 3. Ну, это не повлиял, в общем, на общее объяснение, на идею. x связывается с значением Suck 3, y связывается с значением Suck x, а вот никакого z мы ни с чем не связываем, потому что нам только x и y нужен для возвращаемого результата. мы, естественно, можем запустить нашу программу go wrap 3, у нас четверка и пятерка, которая получится здесь, сложится, и у нас получится значение 9 в этой программе, а результат этого вызова игнорируется. в нашей простой монаде, в монаде Identity, мы могли вообще закомментировать этот вызов, убрать его, он просто не нужен, он ничего в нашей монаде не делает. Однако, в некоторых монадах это не так. Наша монада Identity очень простая, она не производит никаких эффектов. Поэтому, здесь этот вызов может быть выкинут, и более того, из ленивой природы Хаскеля он и будет выкинут. Никаких вычислений вот этих вот происходить не будет. Но, если мы будем работать в какой-то более сложной монаде с эффектами, вот этот вот вызов никак не повлияет на результат Х плюс У, он по-прежнему будет, ну, девятка, если, конечно, эта монада не какая-то очень сложная. Но, тем не менее, те эффекты, которые могут произойти здесь, они произойдут. Скажем, если мы будем работать в монаде Maybe и выполнять те же самые операции, то, если здесь, в этом вызове Wrap and Sack Y у нас произойдет ошибка, вернется nothing, то результатом будет nothing. А если все хорошо произойдет, то результатом будет та же самая девятка, которая была до этого. Облегченная версия оператора монадического связывания должна использоваться, когда мы просто хотим проигнорировать возвращаемое значение и не использовать его. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова